Санкт-Петербургская палата недвижимости провела общее собрание, где специалисты подвели итоги года. За прошедшие 12 месяцев численность организации увеличилась на 26 компаний и сегодня составляет 127 агентств. Профессионалы уверены, что членство в СПН в первую очередь позволяет завоевать доверие потребителя. Членство в общественных объединениях, в данном случае Санкт-Петербургской палате недвижимости, дает определенные плюсы, в первую очередь доверие потребителя к конгенциям недвижимости, потому что мы знаем по статистике, по исследованиям, которые проводились конкретно на жилищном проекте. Если клиент предполагает обращаться за услугами в агентство недвижимости, то в первую очередь он рассматривает те агентства недвижимости, которые являются членами какого бы то ни было общественного объединения. Соответственно, исключение из СПН будет для такого агентства недвижимости являться в будущем недоверием потребителя, что влечет за собой потерю клиентов, дохода, агентов. Кроме того, Санкт-Петербургскую палату поддерживает и жилищный комитет города. По словам чиновников, эта организация является передовым ядром риэлторских агентств. И с самого начала деятельности ставились очень важные цели. Например, особое внимание правление Санкт-Петербургской палаты уделяет безопасности клиента. Абсолютная уверенность, что те сделки, которыми они приходят в ваше агентство, будут доведены до конца. И отрадно, наверное, то, что в принципе в Северо-Западе на базе Санкт-Петербургской палаты недвижимости создана первая саморегулируемая организация, куда вошли опять же члены палаты недвижимости. Помимо создания 8 июля 2011 года саморегулируемой организации объединения агентств недвижимости, на базе некоммерческого партнерства СПН работает комитет брокерской деятельности, комитет по защите прав потребителей, комитет по стандартам. Созданы рабочие группы по мониторингу законодательства и по обучению. За это время прошли экзаменацию и получили аттестаты 500 человек. Кроме этого, введены единые стандарты качества. За основу был взят европейский опыт. Человек, который чувствует, что его как-то недопоняли, обидели, он всегда может пожаловаться, и его жалобы будут разобраны со всем пристрастием. И мы обязательно посмотрим, соблюдались ли стандарты качества оказания услуги при оказании услуги этому конкретному потребителю. На итоговом собрании СПН всем членам организации было предложено внести в договоры соответствующие пункты, которые, по мнению профессионалов, помогут вызвать у клиента еще большее доверие к агентам недвижимости, состоящим в палате. К сожалению, отмечают специалисты законодательства России, сегодня не поддерживает агентство недвижимости. Но уверены, что ситуация должна измениться. Правда, произойдет это не так быстро, как хотелось бы. Сегодня законодатель и исполнительные органы власти с большим и пристальным вниманием следят за развитием ситуации вокруг дольщиков, вокруг ситуации коммерческого найма. Я думаю, что следующий шаг – это, безусловно, регулирование агентской деятельности. Но я не уверен, что это произойдет в самый короткий срок. Будем надеяться, что некое пошаговое изменение должно затронуть не только профессиональных участников рынка недвижимости, но и такие основополагающие документы, как земельный кодекс, жилищный кодекс, градостроительный кодекс. Помимо Санкт-Петербургской северо-западной палаты недвижимости, 26 декабря 2011 года была создана Национальная палата недвижимости. В планах правления разработать также национальные стандарты качества, которые будут действовать для агентств недвижимости по всей стране. Татьяна Козырева, Данил Боротынский и Всеволод Амелин.